О поддержке тех, кто лишился своего жилья по причине пожара или иных стихийных бедствий говорили сегодня на заседании Новгородской областной думы. На прошлой неделе в деревне Перелучи Боровического района в результате пожара сгорел дотла 21 дом. Впрочем, единственное жилье люди могут потерять и в других стихийных бедствиях, например, при весеннем половодье. Поэтому депутаты вновь начали искать способы, как поддержать граждан, лишившихся крыши над головой. По инициативе председателя регионального парламента Елены Писаревой были оперативно приняты изменения в закон о предоставлении древесины для строительства нового жилья. Объем увеличили в два раза – со 100 кубометров до 200. Я думаю, что это существенная вот такая вот помощь, хотя мы понимаем прекрасно, что это лес на корню. И, соответственно, людям еще нужно будет, мало того, что выделяется эта делянка, нужно будет его заготовить, привезти и так далее. Поэтому сейчас по этому вопросу мы тоже разговариваем уже об оказании помощи для того, чтобы и заготовить, и вывезти. Для поддержки жителей Перелучей также выделены средства из областной казны, а в Опеченском сельском поселении открыт благотворительный счет для сбора пожертвований. Приняли депутаты большинством голосов и очередные изменения в проект бюджета на текущий год. Дополнительное финансирование получит региональное министерство здравоохранения – почти 80 миллионов рублей. Эти средства пойдут как на улучшение организации работы медицинских учреждений, так и на прямые выплаты медицинским работникам, которые работают с больными с подтвержденным коронавирусным диагнозом. То есть люди, которые на передовой получат дополнительные выплаты. Были включены в проект бюджета и другие изменения. Муниципалитеты получат 35 миллионов рублей на воплощение проектов по программе поддержки местных инициатив. А Белебелке, Чудову и Малой Вишере, которым недавно были присвоены региональные почетные звания, перечислят 6 миллионов рублей для приведения в порядок мемориалов и воинских захоронений. Елена Казакова, Галуст Гивандян, Новости, Новгородское областное телевидение.